Глава 43. Голая паника — А меж тем, — сказала Твайлот, — пока вы здесь, не хотите увидеть чуть больше проявлений магии? Настоящую магию, а не балаганные фокусы, как выразился один человек. — Да, пожалуйста, — кивнули в ответ мужчины. Принцесса радостно улыбнулась, взяла со стола рядом с собой небольшую коробочку и передала ее премьер-министру. — Вот, — сказала она, — взгляните на этот предмет и скажите мне, что вы о нем думаете. Мейджор взял подплывший к нему предмет и задумчиво осмотрел его со всех сторон. — Похоже на миниатюрную модель традиционного дорожного сундука. Весит примерно как колода карт. Добавил он, подбросив предмет в руке, после чего просительно посмотрел на собеседницу. Копия уплыла с его руки и опустилась на пол между ними, после чего принцесса подошла к ней и присела по глубокому гостям. Затем посмотрел направо на премьера, ухмыльнулась, как-то хитро нажала на эмблему, которая занимала большую часть верхней грани и отошла. На мгновение воцарилась тишина, все внимательно смотрели на крошечный сундучок. Внезапно тот стал резко увеличиваться в размерах. Все трое невольно отпрянули от неожиданности, откидываясь на спинке кресел. Теперь перед ними стоял стандартный дорожный сундук, чуть больше фута в высоту, двух в ширину и целых три с четвертью фута в длину. Леди Дэш рассмеялась над выражениями их лиц. «Путешествие становится намного проще, если вы можете носить весь свой багаж в кармане», — сказала, ухмыляясь, леди Рерити. Мужчины обменялись изумленными взглядами. Кастер вдруг осознал, что одна только эта методика произведет революцию в сфере путешествий, судоходства и грузов-перевозок во всем мире. Невольно инспектор задался вопросом, существовали ли ограничения на размер вещей, которые можно было уменьшить. Он попробовал представить себе, как грузовой корабль с товарами уменьшают настолько, что тут помещается на борт самолета. Больше никаких недель, а то и месяцев, проведенных в море, и больше никаких грузов, теряемых из-за кораблей, затонувших из-за штормов или столкновений. Практически мгновенная доставка товаров по всему миру. Пацан на мопеде сможет заменить огромный грузовик, сократив трафик на улице и сведя до минимума расход топлива. Стоп, а что насчет веса? Если вес оставался прежним, то никто бы не смог поднять уменьшенные предметы, но эквестрийцев, похоже, эта проблема не волновала. Собственно, если бы это было проблемой, то как бы они могли положить в карман сундучок весом в несколько десятков килограммов? Хм, поднимите его! Хихикая предложила Леди Джек. Премьер, предполагая, что это какой-то трюк, из-за едва сдерживаемого Леди Дэш хихиканья, которая отвернулась от окна и теперь с любопытством наблюдала за ними, поднялся с кресла с опаской, подошел к сундуку, схватился за среднюю ручку и осторожно его поднял. Но удивление тут легко оторвался от пола. Он явно тяжелее, чем был раньше, — заметил Мэджор, недоверчиво повернувшись, как истрийцам. — Да, на сундук наложены так называемые чары облегчения веса, которые делают его очень легким, когда он уменьшается до карманного размера, — кивнула принцесса. Кроме того, этот сундук никогда не будет весить больше, чем втрое, чем сейчас, независимо от того, что вы в него поместите. — Так он пуст? — нахмурился премьер. — Не совсем. — Положите его обратно и откройте. — Улыбнул Ствайлот. И снова, ожидая подвоха, сэр Джон Мэджор осмотрительно последовал ее указаниям. Сундук выглядел пустым. — А теперь смотрите, — сказала принцесса, вступая в сундук, когда премьер-министр отступил, предоставляя ей свободу действия. Как только девушка двумя ногами встала в сундуке, то начала опускаться, словно проваливаясь куда-то вглубь. Мужчины с широко раскрытыми глазами наблюдали, как принцесса Твайлот довольно быстро скрылась за не слишком высокими бортиками. Все трое подошли ближе и заглянули внутрь. И обнаружили, что она машет им, стоя на платформе, которая опускалась в обнаружившуюся внизу комнату. — Разойдись! — крикнул Эльдидеш, ныряя в сундук еще до того, как принцесса достигла дна. Пораженные трое мужчин отступили и тут же услышали раздавшийся снизу смех. Нахмурившись, премьер-министр наклонился, взял сундук за ручку и приподнял его. К немалому изумлению мужчин в полу под сундуком никакой дыры не оказалось. Мейджор поставил удивительный предмет обратно. — Когда лифт вернется наверх, просто заходите внутрь и присоединяйтесь ко мне, — позвала принцесса. — Здесь есть еще кое-что, что вам нужно показать. — И поторопитесь! — раздался из недр сундука голос Леди Пай. — На кухне вас ждет торт! — Стоп! — А как это она сумела их обогнать? Так и началась недолгая экскурсия по скрытому в сундуке дому, во время которой министр и его заместитель только что слюни не пускали от мысли обо всем том, что эта инопланетная технология способна сделать для Англии. Позже двое мужчин решили, что эта фраза и будет лучшим способом представить все публике. В конце концов, разве же не британский писатель Фантас сказал однажды, любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии. И то, что они сегодня увидели, безусловно, соответствует столь прозорливому описанию. — Слово «магия» должно быть вычеркнуто из вашего лексикона. Позже инструктировал Кастер Вуттон. — Отныне мы называем это технология пришельцев. Если вы слышите, что кто-то называет ее магией, то должны обязательно поправить его. — Посмейтесь и скажите «да-да, иногда это действительно выглядит словно волшебство какое-то, но на самом деле все это совсем не так, это просто высокоразвитая инопланетная технология». — Вам все ясно? — А способности пришельцев можно назвать телекинезом, если кто-нибудь случайно их заметит. Сейчас же двое высших чиновников просто восторгались потенциалом, который могла предоставить эта первая представленная им технология. Жилье перестанет быть проблемой. Больше никакого разрастания городов и некого необходимости строить здания все большей этажности. В Лондоне больше не будет проблем со свободным пространством. Даже самая маленькая экономичная квартира вида бомж-сарай может быть внутри роскошным полноразмерным домом с четырьмя спальнями, просторной кухней, столовой, холлом, гостиной, курительной и полдюжины ванных комнат. Не говоря уже о последствиях, которые это будет иметь для легкового и грузового транспорта. Машин станет меньше, что обеспечит больше просторно-скоростных автомагистралях, а также лучшую экономичность из-за уменьшения размера и веса. И при этом внутри будет больше места для обеспечения комфорта пассажиров и удобства работы с грузом. Если это можно будет интегрировать должным образом, то их соперникам останется лишь недоумевать, что, черт возьми, сотворили британцы. Фактически, можно будет при желании превратить небольшой грузовик в передвижной особняк, который посрамит Касл Ховард. Касл Ховард – классическое родовое поместье, построенное в стиле английского барокко в Англии. Примечание переводчиков. Тем временем Кастер из-за своей прошлой карьеры в спортивном обществе в первую очередь задумался о военных аспектах применения этой технологии. Как насчет автоматической винтовки L86A1 с подствольным гранатометом и кучи разных прицелов, вес которой уменьшатся с 10 до полукилограмма. А то и меньше. И это вместе с магазинами, в которых будут вмещаться тысячи патронов и сотни гранат. Больше не придется перезаряжать ее в полевых условиях и бояться, что закончатся боеприпасы, но за исключением самых крайних случаев. А единственным ограничением, способным помешать видению огня, сможет стать разве что расплавившийся ствол. Но, вероятно, для предотвращения этого тоже найдется какое-нибудь волшебное решение или небольшая упаковка размером с колоду карт в подсумке и на поясе, содержащая все, что нужно солдату для обслуживания оружия, недельный рацион, все необходимые туалетные принадлежности и столько сменной одежды, сколько захочешь. А может даже скромную однокомнатную квартиру с полностью оборудованной кухней, душем и туалетом. Тогда можно будет легко устроиться с комфортом даже в самой труднопроходимой местности с самыми суровыми условиями, какую только можно представить. С такими технологиями мобильность военных возрастет многократно. Как вам военные самолеты, способные летать по всему миру без дозаправки, которым не придется расплачиваться за весь лишний вес на борту? Больше не надо будет задумываться о перезарядке после выстрела из оружия. И один реактивный самолет может обладать огневой мощью целой эскадрильи. С другой стороны, что было весьма тревожным, это сжатие пространства означало, что в случае, если пони не рассказывали правду о себе и о своих намерениях, в одном рюкзаке через портал могли легко проскользнуть силы вторжения и сотен, а то и тысяч солдат со всем своим снаряжением. Этак люди вполне могут оказаться в весьма плачевном положении. А если технология попадет в руки террористов или контрабандистов, наркоторговцев, ущерб, который может нанести всего один человек, занимающийся подобной деятельностью, будет неисчислим. Придется узнать у эквистрийцев, нет ли у них способа обнаруживать людей, использующих эту магию. И если они скажут нет, останется только молиться, что они ошибаются. Их страхи и подозрения по поводу иномерян беспочвены. Не успели гости, отведав Сидрос одним из лучших пирогов в своей жизни, попробовать пирог их уговорила Леди Пинки, вернуться в дом, как в парадную дверь ворвался мужчина. — Принцесса, Твайлот Спаркл! — выдохнул он, как только увидел ее в гостиной, обращая на себя ее внимание. — Принцесса Селестия! Мужчина замолчал, кинул быстрый взгляд на трех неэквистрийцев и, торопливо подойдя к принцессе, тихо заговорил с ней. Все присутствующие могли наблюдать, как глаза Твайлота шарашенно расширились, а зрачки сузились. Девушка тяжело задышала, кажется, вот-вот готовая запаниковать. — Святая Фауст! — ахнула она. — Святая Фауст! — повторила она уже с ужасом в голосе и, внезапно превратившись в пони, нервно загрецевала на месте. После чего посмотрела на троих мужчин. — Принцесса Селестия! Хотела бы встретиться с вами, премьер-министр! — протерриторила мисс Спаркл. — Она ждет на той стороне портала. — Святая Фауст! Я не ожидала, что она сделает это так быстро! Я ведь обязательно должна была догадаться, что она захочет встретиться с премьер-министром сегодня же! Что со мной не так? — причитала фиолетовая пони, начавшая нервно расхаживать туда-сюда. — Она будет так разочарована, так разочарована! Что же теперь делать? Что мне следует делать в первую очередь? Из гривы сиреневой оликорны, сопровождая продолжающееся причитание, начали вырываться и вставать торчком непослушные прядки волос, придавая ее внешности некую безуминку. С каждой секундой таких прядок становилось все больше, потому как другие закатывали глаза и прикрывали лица ладонями, Кастер понял, что паника, испытываемая фиолетовая пони, была обычным для нее и привычным для окружающих состоянием. Я даже не думала, что она захочет сегодня встретиться с премьер-министром, она просто отменила свой ежедневный прием и привела сюда! Я даже не подумала о такой возможности и вычеркнула его из своего списка! Принцесса вновь ахнула, и стоявший у на полу ее стула сумки внезапно вылетел свиток и что-то весьма похожее на чернильницу с торчавшим из нее пером. Свиток развернулся по полу, и пони начала лихорадочно просматривать его. «Это меняет полностью все!» — закричала она, и перо запорхало по свитку. В следующее мгновение принцесса Твайлайт бросилась к премьер-министру и устилась перед ним. «Очень прошу, вы можете встретиться с ней сегодня?» — произнесла фиолетовая пони, глядя широко раскрытыми умаляющими глазами, с отведенными назад ушками и дрожащим подбородком, жалобно приподняв в груди копытца. При этом перо позади нее все с той же торопливостью продолжало править список. Для ленодействия своей матери дракончик Спайк только покачал головой и неодобрительно вздохнул. И тут Кастер понял, что человечество обречено. Только самые бессердечные и злобные преступники смогут устоять перед этим щенячьим взглядом и позой побитой собаки. Единственная надежда человечества заключалась в том, что пони никогда не осознают свою скрытую силу. У Джона Мейджора не имелось ни единого шанса. Он посмотрел на невероятно милую, очаровательную лавандовую пони и вздохнул, словно сдаваясь. — Да, конечно, я согласен, — сказал он. — Если уж она проделала весь этот путь от Контерлота до Портала, то будет весьма грубо с моей стороны не ответить ей взаимностью. — Ох, спасибо, 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 спасибо! — закричала принцесса Твайлайт, бросаясь на премьер-министра, обнимая его за талию и тнувшись головой ему в грудь. — Вы даже не представляете, что это для меня значит! — послышался ее приглушенный голос. В следующий момент все присутствующие стали свидетелями того, как премьер-министр автоматически погладил принцессу Твайлайт по затылку. — Твайлайт! — неодобрительно окрикнула ее леди Рарити. Леди Рейнбоу подошла к делу более решительно. Преувеличенно закатив глаза, она подлетела к своей подруге и начала отдирать ее от премьер-министра. Спайк присоединился к радужногривой Пегаске. — Прошу прощения за мою кузину, — сказал принц Блюблат, премьер-министру и его заместителю. — Она весьма одержима своими планами и ежедневно составляет новый список всего, что, по ее мнению, произойдет. Он сделал паузу, причем с учетом всех непредвиденных обстоятельств. Поэтому, когда случается что-то действительно неожиданное, такое, чего она не учла, она становится весьма возбудимой. Принц неодобрительно посмотрел на Твайлайт. — Твай, успокойся, или затем опоздаем на встречу с принцессой! — сказал Спайк. — Принцесса Твайлайт внезапно отпрянула на шаг и замерла полуприсев. — Мамочки, принцесса Селестия же ждет! Належавшая рядом со столом сумка внезапно пролетела через комнату и обернулась вокруг спины фиолетовой пони. За ней последовали перо, чернильница и свиток, которые парили теперь пять дней, причем перо все еще делало записи. Также внезапно Спайк взмыл в воздух, и мгновенем позже оказался на ее спине. Вспышка света, звон колокольчиков, и принцесса вместе со Спайком и своими письменными принадлежностями исчезла. Трое мужчину ставились на пустое место, где она только что была. Все эквистриицы шумно вздохнули, а принц Блюблат вдобавок закрыл глаза и изящно приложил руку к лицу. — И что это сейчас было? — поднял на него взгляд премьер-министр. Она телепортировалась к порталу. Снова вздохнув, тихо ответил принц. — Этим навыком обладают все оликорны. Как только она поймет, что нас с ней нет, она сразу же вернется. В комнате вдруг снова полыхнула вспышка света и звенели колокольчики, и Твайлет повторно возникла перед ними, хотя и выглядела еще более возбудоражной, чем раньше. Спайк оказался столь же ослеплен, как и все остальные. — Назад! — Простите, простите, простите! — запрещала мисс Спаркл, забегав кругами на маленьком пятачке, пока в конце концов не повернулась лицом к двум министрам. — Я перекину вас немедленно! — Да погоди ты! — воскреснула ради Рарити, но уже после того, как они внезапно возникли внутри палатки. К счастью, к тому моменту уже никто не сидел и, соответственно, не упал после перемещения. Трое людей ахнули от резкого перехода. — Поторопитесь, Селестия же ждет! — выпадила Твайлет и, развернувшись, побежала по центральному проходу к порталу. — Эй, схрок! — сказала Леди Джек, даже не надеясь остановить ее словами и потому обвив обезумевшую принцессу передними ногами за шею. — Ты же не хочешь, чтобы принцесса Селестия увидела тебя в панике? Успокаивающим тоном продолжила она и даже принялась слегка укачивать принцессу, словно успокаивая перевозбудившегося ребенка. — Вспомни, что говорила Кейденс! — Глубокие вдохи, глубокие вдохи! Вдох через нос, задержи дыхание! Выдох! Свои слова она сопровождала личным примером, побуждая фиолетовую пони последовать за ней. После нескольких повторений принцесса Твайлд, очевидно, начала приходить в себя, поскольку даже ее грива начала разглаживаться и не выглядела уже такой растрепанной. Еще через мгновение она остановилась и оглядела комнату. Кастер был поражен, увидев, что принцесса пони, поняв, как себя вела, покраснела! Покраснела сквозь шерсть! — Мне очень жаль, — сказала она, глядя в пол, а затем взглянув на троих мужчин. — Просто, ну, принцесса Селестия ждет! — Премьер-министр! — Заместитель премьер-министра! — сказал принц Блюблат, слегка наклонив голову. — Добро пожаловать на площадку порталу на территории эквестрийского посольства! — Двери слева и справа, — он указал на них тростью, ведут к раздевалкам для тех людей, которые меняются, проходя через портал. — В человеческом облике легче переодеться, — пояснил он, улыбнувшись. — В каждой комнате есть подходящие халаты, которые люди могут носить, чтобы соблюсти эти ваши приличия во время перехода. Они легко надеваются или снимаются в любой форме. Мы предоставляем их нашим гостям, поскольку сами в своем мире мы обычно не одеваемся, за исключением защитной одежды для определенных профессий или нарядов, символизирующих высокий статус. Поэтому так избегаемая вами нагота нас не беспокоит. Принцесса Твайлэд! Повернулся к фиолетовой пони, принц Блюблат, строго на нее зыркнув. Понадобится ли кому-нибудь из наших сегодняшних гостей раздевалка? — А-а-а! — принцесса смущенно посмотрела на него. — Сейчас гляну. Твайлэд повернулась к трем людям и некоторое время изучала их взглядом. — Я собираюсь использовать исследовательское заклинание. Вам это не повредит. Я просто хочу узнать, достаточно ли у вас магии, чтобы превратиться в пони, когда вы пройдете через портал. Принцесса сосредоточилась и на пару секунд и урок окутала розовато-сиреневым сиянием. Как только рок погас, принцесса Твайлэд улыбнулась Кастеру. У премьер-министра Джона Мэджора и заместителя премьер-министра Майкла Хэзелтина не будет никаких проблем с прохождением через портал. Однако детектив-инспектор Сирилл на всякий случай должен надеть один из халатов. — Превосходно. Кинул принц Блю-Лад и посмотрел на двух мужчин. — Если вы меня извините, я отлучусь на минуту. Принц повернулся к Кастеру и указал ему на дверь справа, на которой, как заметил инспектор, теперь была эмблема мужчины. Принц проследовал в раздевалку за ним. Оказавшись внутри, принц снял и аккуратно сложил свой костюм, после чего положил его в корзину за своим именем, стоявшую на полке вместе с целым рядом других таких же надписанных. На второй полке, чуть ниже, были пустые корзины без имен. На противоположной стене находился ряд крючков с развешанными на них разноцветными халатами, а под ними располагалась скамейка. Начав разоблачаться, Кастер снял пиджак и положил его в корзину, и в тот же миг на ней появилось и его имя. Не поняв, как это произошло, мужчина на мгновение замер, уставившись на нее, затем, пожав плечами, продолжил раздеваться. Когда они оба оказались облачены в легкую одежду без застежек, Кастер последовал за послом через другую дверь, выходящую в коридор, ведущую к порталу, присоединившись к двум министрам и принцессе Твайлот, тоже одетой в похожий халат. «Премьер-министр, заместитель премьер-министра, я пойду первым», — сказал принц. «Просто идите обычным шагом. Вы увидите табличку прямо над нашими головами с названием «Сладкое яблочко». Потом возможен краткий момент легкой дезориентации. С другой стороны есть перила, точно так же, как и здесь, поэтому если почувствуете потребность в опоре, просто возьмитесь за них». Принц Блюглад кивнул, а затем вошел в дерево и исчез. «Хотели бы вы, чтобы я пошел первым?» — тихо спросил Кастер. Пример отрицательно мотнул головой, а затем уверенно направился к дереву. За ним быстро последовал Хезлтин, а затем и Кастер. Ощущение перехода было одновременно и странным, но в то же время не таким уж и странным. Оно было похоже на вход в фотолабораторию через световой шлюз. В один момент вы находитесь в ярко освещенном тамбуре, затем становится темно, когда деревянная дверь закрывается позади вас, затем вас снова встречает свет, когда деревянная дверь перед вами открывается. В данном случае, впрочем, после первого же шага Кастер упал на четвереньки. Только он был не на четвереньках. Мужчина вдруг осознал, что стоит на копытах. И премьер, и Хезлтин смотрели на инспектора, а тот таращился на них в ответ. Трудно было сказать, кто удивился больше. Одно дело, когда кто-то говорит, что это может случиться, другое — видеть, как это происходит в реальности. Внезапно его подняли, отодвинули в сторону и снова поставили. Но прежде чем Кастер успел запаниковать, позади него раздался голос принцессы. «Ага, я так и думала, что ему хватит магии». Сирл оглянулся через плечо и увидел фиолетовую принцессу, стоявшую рядом и чуть позади него. «Поздравляю, мистер Сирловый Пегас!» С улыбкой объявила она ему, подпрыгивая на месте, как будто бы гордая его достижением. «Поначалу вам будет трудно ходить самостоятельно», — продолжила она. «Так что я отнесу вас в моей магии». Инспектор почувствовал, как его руки и ноги, точнее уже копыта, отрываются от деревянного настила. Опустив взгляд, он увидел, что парил в воздухе в несколько сантиметров от земли. Потом Кастер осенило. «Пегас!» Он повернул голову, и да, у него были крылья! Сама мысль о них заставила его новые конечности с шумом раздвинуться, как будто он непроизвольно напряг мускулы где-то на спине за лопатками. К сожалению, это действие не прошло бесследно, поскольку в результате он заехал принцессе Твайлот крылом прямо по лицу. «Ой!» — воскликнула она, отступая и прикрывая лицо полусогнутым в пясте копытцем. Крылья сложились почти столь же быстро, как и расправились. «Ох, простите, пожалуйста!» — поспешил извиниться Сирл. «Я не знал, что они так сделают!» Леди Дэш уже вовсю не то что смеялась, ржала над ним, да и остальные похихикивали, прикрывая мордочки копытцами. «Ничего страшного», — снискорительно сказала принцесса Твайлот. «Позже вы научитесь их контролировать». «Га?» — вклинилась Райна Бодэш. «Вы б видели, сколько раз твая прокидывала вещи в библиотеке или лупила по-нибудь своим перьями, прежде чем научилась управляться своими махалками?» И продолжила хохотать. «Принцесса Селестия!» — вдруг воскликнул Твайлот, чуть не оглушив Кастро. «Инспектор Сирилл совершенно неожиданно для себя осознал, что находится уже в паре десятков метров от того места, где был какую-то секунду или две назад, лицом к лицу с красивой белой лошадью с двумя крыльями и очень длинным рогом. Вот она точно была больше похожа на лошадь, чем на пони, если посмотреть на ее длинные тонкие ноги. Даже сидя, она возвышалась над пони вокруг нее. Однако самой ее поразительной особенностью была великолепная, чрезвычайно длинная грива, состоявшая из нежно-зеленых, синих, сиреневых и розовых прядей, кои переплетались и колыхались, будто неподвластные гравитации, подобно пламени на некоем неощутимом эфирном ветру. За время своих путешествий Кастеру довелось повидать немало лошадей, и он мог сказать, что это, без сомнения, посрамило бы всех виденных им. Мало того, что она была безукоризненно ухожена, так она еще и, казалось, слегка светилась и излучала ощутимое тепло. Ее царственный внешний вид лишь подчеркивали золотая корона на голове и золотое... Нет, оно было бы слишком большим, чтобы быть и жерельем, видимо, правильнее будет сказать, на грудник, и оба с огромным пурпурным камнем в центре, вероятно, аметистом. Золотые туфли на ее копытах, безусловно, также способствовали поддержанию этого образа. Белая лошадь сидела перед низким столиком с чайным сервизом и с заметным удовольствием смотрела на фиолетовую оликорну. — Доброе утро, Твайлайт! — мягко сказала незнакомка, сделав изящный глоток чая. — Почему бы тебе не представить наших гостей? К моменту, когда взбудоражная принцесса после еще одной серии дыхательных упражнений немного пришла в себя, и эта фиолетовая паника на копытах наконец-то утихла, все одиннадцать расселись в креслах, трое людей или на подушках, вокруг стола с принцессой Селестией и теперь наслаждались чашкой отличного чая. — Спасибо, что посетили портал, господин премьер-министр Мейджор, заместитель премьер-министра Хэзлтин. Наконец, казалось, принцесса Селестия после положенных представлений. — Мне всегда легче вести дела, когда ответственные лица встречаются непосредственно друг с другом. Я надеюсь, что сегодня мы положим начало долгому и плодотворному сотрудничеству. Кастер знал, что ему следовало уделить большее внимание тому, о чем говорилось, но сейчас инспектор был слишком отвлечен попытками понять, как так получалось, что, будучи пони и, соответственно, обладая копытами вместо рук, он каким-то образом все же сумел ухватиться за ручку чайной чашки. Это должно быть физически невозможно, поскольку копыта были твердым кератином. И Кастер подтвердил это, легонько постучав им себя по голове. Тем не менее, каким-то образом Сирил мог ощутить, как копыта изгибается вокруг ручки чашки, и что он действительно держит эту чертову чашку, отхлебывая из нее чай. Однако он не мог не отметить, что, как ни странно, создавалось впечатление, будто правительницу пони больше всего привлекли обсуждения, которые касались литературы, как письменной, так и аудио или видео, и музыки. При этом, околотехнические темы не представляли для нее особого интереса. В противоположность принцессе Твайлайт, которая была буквально очарована вопросами технологий и науки, и принцесса Селестия каждый раз аккуратно уводила разговор в сторону, когда эти темы всплывали снова. К тому времени, как было выпито уже по нескольку чашек чая, премьер-министр получил обещание, что несколько врачей пони прибудут к порталу, чтобы осмотреть нескольких пациентов людей с целью проверки, сработает ли их технология. Как только у них будет хотя бы несколько успешных случаев излечения некоторых людских болезней на этой стороне, они попробуют лечить и на другой, а затем займутся расширением круга своих услуг для населения в целом. Точно так же были предварительно запланированы лекции и занятия по их технологиям пространственного расширения и облегчения веса. Однако, когда они уже встали, заканчивая встречу, премьер-министр замер и пристально посмотрел правительнице Эквестрии в глаза, оказавшись на одном уровне с его лицом. — Есть еще кое-что, — сказал мейджор и замолчал, явно размышляя, стоит ли ему продолжать. Принцесса Твайлайт сказала, что ваши пони, исследуя Литтл Уингинг и Лондон, не обнаружили людей, способных творить магию. Наконец продолжил он. Вместо ответа принцесса Селестия вопросительно склонила голову. Премьер-министр посмотрел на своего заместителя и затем снова на нее. Принимая во внимание тот факт, что у некоторых из наших людей есть магия, он кивнул в сторону Кастро. Вас ведь не удивит то, что существует отдельное сообщество людей, которые знают о магии все и могут ей пользоваться. Хэзелтин уставился на премьеру, удивленно вытаращив глаза, явно не ожидавший подобного откровения от своего начальника, впрочем, как и Кастр и Ивеша. На самом деле я ожидала этого. С улыбкой тихо сказала Селестия. В конце концов, чтобы создать портал, даже случайно, каких-то крох магии явно будет недостаточно. И да, мы их встретили. Добавила она, все еще улыбаясь. Фактически они первыми обратились к нам, и вовсе не потому, что узнали о портале или хотя бы о факте существования чего-то подобного. Слегка повернувшись, она посмотрела на опишевшую фиолетовую оликорну. Моя самая преданная ученица, Твайлайт, уже встречалась с ними. Изрекла Селестия и деликатно хихикнула. Они до сих пор думают, что мы из какого-то места в вашем мире, которое они называют Атлантидой. Насколько я поняла, они считают его островом, сокрытым от остального мира могущественной магией. Правительница Эквестрии снова посмотрела на премьер-министра. Он, как и остальные, лишь молча с удивлением смотрел на нее. Они рассказали нам о своем статуте секретности и о том, что держатся отдельно от обычного населения. Мы, конечно, выполнили их пожелания и никому из ваших людей о них не сообщали. Естественно, мы ничего не сказали им о нашем желании установить отношения с вашим миром. Тот факт, что мы явно из другого мира, означает, что использование нами магии никоим образом не указывает на присутствие их скрытого сообщества. Пока они сами ведут себя прилично, им ничего не угрожает. Фактически, это им даже поможет. Как только ваше общество узнает о наших способностях, многие из случайно увиденных небольших магических проявлений, допущенных самими волшебниками, начнут приписывать нам. Что отвлечет внимание от их сообщества? — Итак, вы сообщите им о наших переговорах? — спросила принцесса Селестия, слегка склонив голову. — У меня нет возможности с ними связаться. Медленно покачал к голове премьер-министр. — Я знаю об их существовании только потому, что их министр магии представился мне в первый день моего пребывания в должности. Он сказал, что если повезет, мы больше никогда и не встретимся, поскольку связываться со мной и ему потребуются только в случае крайней необходимости. Мейджор несколько секунд помолчал. — В моем кабинете есть портрет, который должен быть моей связью с ними, но я не знаю, как он работает. В тот день он просто внезапно заявил, что меня хочет увидеть министр магии. Я не знаю, работает ли он в обратную сторону. На этих словах премьер слегка поюжился. С тех пор я использую свой кабинет только для собственных дел, а все встречи с другими официальными лицами проходят в переговорных комнатах без картин. Я бы и эту убрал куда-нибудь в запертую кладовку, но тогда они могут сделать что-нибудь еще. — Вероятно, за нами постоянно приглядывают их шпионы. — Нахмурившись, добавил Мейджор. — Да, они действительно кажутся немного высокомерными по отношению к нормальным людям, — кивнула принцесса. — Возможно, вам стоит попытаться связаться с ними и сказать, что к вам явились пришельцы из космоса, и вы считаете, что маги должны об этом узнать. А потом посмотрим, что они скажут. Если в разговоре с ними всплывут наши способности, не используйте слово «магия». Чтобы описать их, а скажите, что это, к примеру, сверхчувственное восприятие. Она слегка тряхнула головой при мысли, что у такой простой вещи получается такое замудренное название. Или телекинез, на который, по словам Твайлет, чаще всего похожа наша магия. Просто настаивайте, что это не магия, а экстрасенсорное восприятие, или телекинез. Белая оликорна снова улыбнулась. Таким образом, они не смогут заявить, что их не предупредили, когда узнают правду. Вы же останетесь вне подозрений. Вы ведь скажете им голую правду. Она безмятежно улыбнулась. «Перед тем, как вы уйдете, возьмите их с собой», сказала принцесса Твайлетт по возвращении в Литл Уингинг, когда два министра уже собирались уходить. В тот же момент из дома вышла женщина с двумя полотняными портфелями. Эти два портфеля обладают эффектом расширения пространства. Их внутренний объем около половины кубического метра. Можете использовать их как материальное свидетельство, чтобы те, кому вы будете рассказывать секрет, не подумали, что вы, как это говорится, «ах да, откровенную лапшу им на уши вешаете», — добавила она с усмешкой. Проследив взглядом за четырьмя отъезжающими машинами, Кастер повернулся к принцессе. «Это определенно было впечатляюще», — сказал он. «Я надеюсь, что они согласятся хранить наш секрет». Улыбнулась ему Твайлетт. «Я не могу представить, чтобы они сказали нет», — улыбнулся в ответ Кастер. Вместо ответа мисс Паркл радостно кивнула. «С другой стороны». Выражение лица Сирала стало серьезным, как и вот он. «Как сотрудник полиции Суррая, я обязан спросить вас, что вы можете мне рассказать о Гарри Поттере?» «Я не могу представить, что вы можете мне рассказать о Гарри Поттере?» «Я не могу представить, что вы можете archive черезjang. И так impeachment летить не можетiyeше. Не могу представить, что вы можетеrzeед'dеть вам разосновать меня».